К 75-летию Великой Победы на холме у деревни Хорошего под Оржевом появится самый большой памятник советским солдатам в Европе. Мемориал уже почти собран. Фигура из бронзы отлита, началось благоустройство близлежащей территории. Но как создавался образ солдата и каким мог стать памятник, расскажем прямо сейчас. Ржевский мемориал советскому солдату возводится на месте ожесточенных сражений 1942-1943 годов. Сама идея о том, что необходим величественный памятник, посвященный героям Ржевской битвы, родилась у ветеранов Великой Отечественной войны и была горячо поддержана Союзным государством, Министерством культуры Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом. Сразу же после принятия решения о строительстве мемориала летом 2017 года Российским военно-историческим обществом объявлен и проведен творческий конкурс. На рассмотрение художественного совета было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. В мае 2018-го был объявлен проект «Вобедитель». Его авторы — скульптор Андрей Крабцов и архитектор Константин Фомин. Не каждому скульптору в жизни выпадает такой шанс. И коли уж он выпал мне, я считал своим долгом отдать все силы, все, что мне дано на реализацию этого мемориала. Авторы проекта говорят, что создавали главного героя — солдата. Не один день. Долго искали прототип, перебирали лица, продумывали концепцию. Мы смотрели много фильмов о Великой Отечественной войне, читали произведения. И у меня один из образов возник. Это образ актера Алексея Рубанского в фильме «Баллада о солдате». То есть это солдат пришел с фронта, у него не было ног. И вот эта вот шинель, и под шинелью ничего нет. И это был первый образ. А затем мы уже, послушав песни, посмотрев фильм, решили, что каждая душа, она должна что-то символизировать. Но это журавль, стая журавлей, которые переклетаются между собой. Больше всего силы вдохновения понадобилось для создания лица военнослужащего. Через форму и материал можно передать эмоции. Для этого авторы памятника изучили много документальных материалов. Это фильмы, книги, музыкальные произведения и, конечно, личные письма. Реальные истории погибших солдат под Оржевом. «Изначально в рабочей модели слепил деда своего, который тоже войну прошел. Но мне показалось, что это не совсем то лицо, которое должно быть у памятника. И в итоге это собирательный образ. Я в буквальном смысле распечатывал фотографии солдат Великой Отечественной войны. И от разных солдат брал какие-то черты, которые мне казались наиболее подходят для образа». Памятник создается на народные пожертвования, его строительство и открытие – одно из ключевых мероприятий года памяти и славы в России. Создание этого мемориала играет огромную роль в увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне. Монумент будет всем напоминать о подвиге, цена которому – миллионы человеческих жизней.